На повестке дня публичных слушаний три вопроса. Большое внимание уделили 17-му микрорайону. Чиновники выступили с инициативой создания и утверждения проекта межевания территорий жилого сектора у аэродрома. Делается это для того, чтобы жильцы смогли поставить на кадастровый учёт часть земель под многоквартирными домами. На сегодняшний момент у нас на кадастровом учёте не стоит более 100 жилых домов многоквартирных. Вот из этих 100, 45 как раз касается этого микрорайона. Для того, чтобы жители могли воспользоваться правом получения собственности, поставки на кадастровый учёт, администрация сделала это всё за свой счёт. Речь идёт о территории в районе улиц Осипенко, Нижегородской, Гоголя и Маяковского. За пару недель до публичных слушаний в интернете появилась информация о том, что квартал у аэродрома попадёт под реновацию. Однако в администрации пояснили, что проект «Межевание территорий» никакого отношения к программе замещения ветхого жилья новыми зданиями не имеет. Никакого отношения к реновации этого микрорайона нет. Это чисто выполнение своих обязательств администрации перед многоквартирными домами, чтобы у нас все многоквартирные дома стояли на кадастровом учёте. Больше ничего. Частные вопросы публичных слушаний касались застройки на территории участка в одном из садоводческих обществ и увеличения площади разрешённой застройки в доме по улице Лесной. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова